Прически, и оттенки волос, которые визуально старят женщин. Прическа и цвет волос очень важны. Посещение парикмахера нас всегда радует. После посещения парикмахерской мы, в большинстве случаев, остаемся довольны собой. С интересом всматриваемся в зеркала и даем себе обещание регулярно обновлять прическу. Но результат бывает непредсказуем. Бывает и так, что прически и цвет волос добавляют возраст. Эксперименты дело хорошее, но они не всегда имеют положительный эффект. Чтобы не допускать ошибок, прислушивайтесь к предупреждениям стилистов. А еще, заглядывайте в лунный календарь стрижек, в котором указаны удачные и неудачные даты для посещения салонов красоты. Черный цвет волос. Многие блондинки, которым надоелось цвет, бросаются в крайности. Они перекрашивают свои волосы в темно-каштановый, а то и в черный, а потом жалеют об этом. Дело в том, что сильный контраст цветов волос и кожи невероятно добавляет возраст. Существует множество других, менее кардинальных способов сменить свой имидж. Сделайте свои локоны всего на пару-тройку оттенков темнее. Можно также добавить всего несколько темных прядей, путем создания мягкой многотональной смеси. Добиться такого эффекта самостоятельно, скорее всего, не получится, поэтому доверяйте решение этой задачи профессионалам. Неправильная длина волос. При выборе прически и стрижки рекомендуется учитывать форму вашего лица, а не возраст, как нам раньше внушали многие стилисты. Так, если женщина средних лет с узким и овальным лицом соорудит у себя на голове гулю, то будет выглядеть нелепо. В этом случае ей больше подойдут длинные и слегка пышные локоны, которые сделают ее визуально на несколько лет моложе. Главное, чтобы их цвет был правильным. Женщины, которые достигли определенного возраста, в большинстве своем думают, что волосы необходимо обрисать. Это большая ошибка, так как существует множество критериев, по которым необходимо подбирать прическу. Слишком длинные волосы. За волосами нужен постоянный уход. Даже в том случае, если вы пользуетесь профессиональными косметическими средствами, выполняете домашние маски, и всячески питаете свои локоны, они по мере роста приобретают не слишком здоровый вид. По этой причине рекомендуется чаще подстригать концы волос. Позволить себе слишком длинные волосы могут лишь юные леди, которые не успели себе нажить проблем с организмом. Как только вы переступаете порог определенного возраста, шевелюра становится детектором внутренних проблем, причем, даже самых незначительных. Одна и та же прическа на протяжении многих лет. Женщина, которая постоянно носит одну и ту же прическу, формирует о себе впечатление, как о консервативной особе. Перемен обычно боятся представители старшего поколения, поэтому если не хотите, чтобы вас причислили к их числу, экспериментируйте. Если существующая прическа вам действительно идет, то привнесите в свой облик хотя бы незначительные изменения, например, сделайте милирование или попробуйте слегка отрастить волосы или, наоборот, укоротите их. Женщины, которые не боятся меняться, интересны представителям противоположного пола. Слишком большой объем. Объем добавляет юношеского шарма чертам лица, но если вы переусердствуете с этим, то рискуете стать трагикомическим воплощением представительницы эпохи средневековья. Отдайте предпочтение прическе среднего объема, выбрать которую вам поможет стилист. Особенно нелепо с пышными волосами выглядят женщины, переступившие порог среднего возраста. Чтобы не добавить себе несуществующих лет, прислушивайтесь к предупреждениям стилистов. Избежав ошибок, вы останетесь довольны собой и будете уверенно себя чувствовать в любом обществе. Помните о том, что прическа – это один из главных компонентов, формирующих имидж каждой женщины. Ну а мы желаем вам красоты и удачных скрижек.